После капитального ремонта в поселке Майна снова заработал роддом. За 4 месяца строители здания сделали практически полный апгрейд. От замены дверных блоков до вентиляции. Власти потратили несколько миллионов на современное оборудование. Татьяна Стефаненко сегодня одной из первых увидела обновленный роддом. Уже сегодня в обновленном роддоме приняли первые и пока единственные роды. Молодая мама из черемушек уже успела оценить разницу. Первого малыша она рожала в этом же отделении. Условия очень прекрасные. Палаты все светлые, теплые, новое оборудование. Врачи заявляют, скоро майнский роддом сможет принять больше полусотни пациенток одновременно. Ремонт федеральному бюджету обошелся в 16 миллионов рублей. Местные власти добавили и свои средства. Этот капитальный ремонт первый за 40 лет. Строители за 4 месяца заменили все коммуникации, электропроводку, расширили палаты интенсивной терапии для новорожденных, построили вторую операционную. Но особой гордостью стали индивидуальные родильные залы вместо общих. В обновленном майнском роддоме всего 6 индивидуальных родильных залов. Это как раз один из них. Раньше женщины дожидались своего часа в предродовой комнате. Сейчас все происходит здесь. И еще одно новшество. За родами может наблюдать кто-то из близких. Муж или мама, или подруга. Врачи называют это партнерскими родами. И говорят, что увидеть таинство рождения малыша желающие уже есть. Отремонтированный роддом буквально напичкан самой современной аппаратурой. Дыхательные аппараты для новорожденных, многофункциональные кровати и многое другое. Но если с техническим оснащением теперь все в порядке, то с персоналом напряженка. Главный врач больницы беспокоится, что с увеличением нагрузки может не хватить кадров. Майнскому роддому нужны анестезиологи, реаниматологи, акушерки, терапевт и другие специалисты. Все-таки дефицит кадров медицинских имеет место быть. Нам, конечно, не хватает врачебного персонала. И если, конечно, исполнять приказ 808 по акушерству и гинекологии, то данный приказ требует резкого увеличения штатов. Но, к сожалению, пока мы этой возможности не имеем. Чтобы решить кадровую проблему, администрация больницы ведет переговоры с Минздравом об увеличении штата. Иначе опасаются врачи на полную мощность. Обновленный роддом работать вряд ли сможет. Татьяна Стефаненко, Виталий Ломаковский. Новости 7-й телеканал.